Катиса, это часть Тора сегодня, и что означает? Когда ты будешь делать? История 30, 11, 13. И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать? Катиса, исчисление сынов Израилов, переписмотри их, то пусть каждый даст выкуп за душу своего Господа при исчислении их. И не будет между ними язвы губительной при исчислении. Почему? Потому что Бог не хочет, чтобы его люди были исчислены. Да, дьявол хочет, чтобы все были исчислены, имели номер. Но Бог так к своими детьми не обращается. Он говорит, ты не цифра, ты человек. Итак, это важно. Даже когда мы будем ехать по Израиле, мы не будем считать, сколько людей в автобусе. Здесь есть 46 мест, и 40 людей только. Легко посчитать, что только 40 людей, потому что там 44 сиденья. Мы любим давать людям каждую букву алфавита. Это почему мы не любим исчислять людей. Это просто не стоит это делать. И сегодня будем говорить о том, как строится скиния, также о золотом тельце, и также как Бог показывает или объясняет себя Моисея через свои 10 имен. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Когда будешь делать исчисление с новой Израилевых, присмотри их, то пусть кажет Асвы и куп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их». Всякий поступающий исчисление должен давать половину сикла, сикля священного. Итак, это пол сикля была исполнена, чтобы построить скинию, или большее место, где он присутствовал. Скиния – это было место для жениха и невесты. Бог и Израиль, они женятся, и эта скиня должна быть, станет их домом или жилищем. Это такса или налог. Это налог для скинии. Каждый год они должны делать налог, как мы сейчас платим за дороги, за школы. И так было, это налог для скинии, или для храма. И кто знает, когда это собирали? Когда скиня, когда Божья слава сошла на скине, первая Несана. Месяц перед тем, 12-й месяц – это Адар. Это где мы сейчас. Итак, этот налог был собран от первого Несана до Адара. Если вы помните, в Евангелии мы читаем, Петру сказал, «Ты и твой учитель платят налог, а вы платите налог». И Петр приводит к Христу, он говорит, мы платим. И Христос сказал, да, иди рыбачить, вспомяешь рыбу, и потом будет этот сикль для меня, для тебя. И это вся Евангелие начинает быть больше понятна, когда мы знаем эти времена. Если перейдем к исходу 30, 15-16, «Богатый, не больше, и бедный, не меньше, полсикля должен давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьмите сребро выкупа от сыновых израевых и употребляй его на служебном собрании. Будет это для сыновых израевых память пред Господом для искупления душ ваших». Вот это полсикля, и это, что было использовано, чтобы выкупить. И богатый должен думать, что его жизнь как-то драгоценнее жизни бедного. Но что интересно, это слово для половину, или пол, одно из слов, это маккадзи. Это слово для половины. А что это слово? Син-Куф-Ламмед. И это звучит как шекл или сикл. Это полсикля. И мы видим, маккадзи означает половина. И это было использовано для искупления. Но слово маккадзи, это больше, чем половина. Оно также означает то, что было поломано. Как Мессия, он также был сломлен или ломан. Чтобы искупить нас. И это слово маккадзи означает то, что сломано или разбито. И так оно дает выкуп, если вы заметите. Это чтобы выкупить свою жизнь, свою душу. Читаем притчей 10.2. Не доставляет пользу сокровища неправедные. Правда же избавляет от смерти. это слово асадик. Асадик это тот, кто праведник. Если вы заметите, если берем это слово для половину, и по-другому цвета их поставите, вы видите, сбоку это красный, потом посредине желтый. садой означает праведный. Это белая буква это праведность. Желтая это high, которая означает жизнь. Ментав по концам означает смерть. Это вред, что смерть праведникова искупляет для других. И здесь мы видим, и когда мы читаем Деяния 3.13.15, Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог Отцов наших, прославился на своих Иисуса, которого вы предали, от которого вы откреплились перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного и кого? Праведного отвлеклись и просили даровать вам человека-убийце. Начальника жизни убили. И здесь мы читаем, что смерть праведника это, что приносит жизнь к нам. И это мы все находим в этом слове половину или сломан. И его жизнь искупила нас или выкупила нас. Итак, непрекрасно это, что смерть праведника искупляет нас. Это не наша праведность, которая может это сделать. Это только его праведность. И при уходе Исус 31 сказал, помажьте, чтобы они были готовы служить. Аарон был сын Леви, но 90% левитов не были священниками. Не все левиты были священники, только сыны Аарона были священниками. Левиты, как каждый пудол это собака, но не каждая собака есть пудол. Похоже здесь. Каждый священник был левитом, но каждый левит был священником. 30 до 33 они помазали их, чтобы они служили. Он говорит, скажите нам и зави. Это будет масло, которое вы использовали через ваше время. Вы не можете его мазать на тело человека и не можете повторять, потому что оно святое. Это будет святое для вас. То что-то похоже и поставить на странице, тот будет истеблен. И теперь мы переводим исход 31 1 5. Теперь Господь Моисей говорит, смотри, я назначаю имена, и когда Господь назначил имена имя, веселил, нам надо понять, что эти имена означают. Сына Уриева, сына Орова из колена Иудины. Я наполнил его Духом Божьим мудростью, разумением, ведением, всяким искусством, работать из золота, серебра, имя, резать камни и резать дерево для всякого дела. Вы знаете, что это веселило означает это в тени Божьей. Если вы видите тень человека или сомнета, вы можете определить, откуда эта тень приходит. да, тень помогает нам увидеть то, что оно отражает. Когда говорит Колоссянам, что эти праздники это тень, почему вы будете избавиться от этой тени, без этой тени, вы не знаете, что ожидает вас. И веселило. Это в тени или Божьей. Сына Уриева, это Сына Света. И читаем дальше, Исход 11-13-14. Скажи Сынам Израиль, так, суббота Мои, Мои соблюдайте. Израиль субботы, но нет, мы читаем субботы Мои, ибо это знамение, что это кольцо, кольцо это знак, что вы теперь замужем или женаты. И это что произошло на горе Синай. Он говорит, что шаббат это мое кольцо, которое знак для вас навеки, чтобы вы знали, что я Господь, освящающий вас, и соблюдайте субботы, ибо она свята для вас. Итак, суббота или шаббат, шаббата была сделана для человека, не человек для шаббата. Так Бог говорит людям, которые верят в Него, я вас отделю от других, и потом мой календарь, суббот, который отделяю для вас, он тоже для вас. Что делает нас святыми? Это что Бог отделил нас. И он говорит, чтобы вы исполняли мою субботу, потому что я ее освящаю для вас. Вы освящены для меня, и потом суббота это для вас. Да, это нормально, но мы говорим, я не хочу исполнять твою субботу, я хочу исполнить мою субботу. Вы можете это делать, но это не будет его суббота, это будет ваша суббота. И Суббота 31, 16, 17. И пусть ронятся на Израиле субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный, это замене между мной и сыном Израилем, на сто лет, нет, на веки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Итак, многие говорят, я возьму свою субботу во вторник, но вы должны понять, что да, это ваша суббота, не его. Иисус 31, 18, когда Бог прислал говорить с Моисеем на горе Синаи, то ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было персом Божьим. Можете это представить, что первые заповеди, Божья персть, но первые заповеди или скрижали, они были сделаны Божьей рукой. Когда мы читаем Евангелие, даже в казнях, люди говорят, это палец или перс Божьим, кто это делает. Кто знает, что Израиль дал Моисею много проблем. Это почему Бог сказал, возьми, эти две скрижали, и я увижу вас в понедельник. Утром. Что происходит в Исула 32, 1, 3? Когда народ увидел, что Моисей долго не садил сары, то собрался к Иерону и сказали ему, встань и сделай нам Бога, который пришел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон. Близко прислушайте то, что Аарон сказал. Виньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Когда Аарон объясняет Моисею, что произошло, он только говорит половину правды. Здесь мы видим, принесите ваше золото ко мне. Его принесут, приносите ему это золото, эти серьги, все остальное, все ему приносят. Он говорит, это мое золото, которое я даю для этого Бога. Мое золото для Бога. Люди говорят, смотри, сколько денег я пожертвовал. Бог не нуждается в ваших деньгах. Ему важно ваше сердце. Они все делали это для Бога, которое они представляли. И проблема заключается в том, это разница между теологией замещения или нет. Когда люди говорят, смотри, что я могу делать для Бога. Религия это что человек делает Бога, который подобен их. А отношения это когда человек делает то, что Бог от него ожидает. Когда мы читаем первое и второе глава Бытия, когда Бог создал землю и небо, Он так сделал, чтобы люди молились жить на ней. Он не сделал, чтобы везде была вода, и чтобы люди потом даже старались определить, как дышать. Он делал все идеально, но чтобы Бог вошел в нашу атмосферу. Он сказал, вы должны построить дом для меня, чтобы я мог жить с вами. И это почему мы за много времени занимаемся, чтобы подготовить домик для нового ребенка, но здесь Бог говорит, чтобы я мог жить с вами, вы должны построить это так. Но человек говорит, нет, я построю дом, как я хочу. Это религия. Я не буду делать то, что ты хочешь, ожидаешь меня, чтобы тебе было хорошо. Я буду делать то, что я хочу для тебя, и потом ты можешь жить, если ты хочешь, оставить. Это неправильно. И посмотрим, что Аарон делает. Он взял из рук их, изъял из них литого тельца и обдел его реца. И сказали они, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Здесь Тора рассказывает историю, как Израиль посел этого золотого тельца, а в то же самое время Бог дает Моисею инструкцию или объяснение для встречи с вас с Киньей. С Киньей представляет Божьи указания, чтобы они могли встретиться с ним. Он говорит, вот что вы должны сделать, чтобы я мог встречаться с вами. Золотой телец показывает эту формулу, которую человек хочет достичь Бога. И вот Бог Израиль пытается найти этот способ, чтобы Бог Израиль могли встретиться. Но все эти два мета по-разному. И когда Аарон пришли и сказали сделать идола, он взял на себя роль священства. И он не знал, что Бог собирался сделать его предсвященником. И читаем дальше. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо разлетелись народ Твой, который ты вывел из земли Игипетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им. Сделали себе литвого тельца и поконясь ему, и принесли ему жертву, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли Игипетской. 9-10 И сказал Господь Моисею, я вижу народ и вот народ он жестоко военный. Итак, оставь меня, да воспоминься гнев мой на них и среблю их, и произведу мно очистенный народ от тебя. Я не знаю, если вы понимаете, как это важно. Сколько из вас, кто были вокруг людей, которых вы просто не можете с ними быть? Если Бог пришел к тебе и сказал, я отойди от меня, чтобы его ислепить, я начну все сначала с себя, мы бы возрадовались и сказать, наконец-то, да, ислепи этих людей, забудь Авраама, Исаака, Иякова, это неважные люди, я слышу от Бога, я слышу что ты хочешь, чтобы я стал тем, от которого ты сделаешь народ. Многие бы сказали, да, по-другому обращается Богу, кто бы не хотел, чтобы великий народ произошел от них, но смотрим, что Моисей сделал, Исход 32, но Моисей стал умолять Господа Бога своего, и сказал, да, не воспламеняется Господи гнев твой, а народ твой, это не мой народ, твой народ, который ты вывел из земли египетской, силой великой и рукой крепкой. И вот они ссорятся кого-то народ, Бог и вот эти переживания Моисея. Если был человек из Египта, который пишет эти, написал в журнале, что Бог создал, истребил иудеев, он не мог использовать свое обещание. Это проблема с теологией замещения. Это означает, или Бог был обманщиком, или у Бога не было достаточно силы, чтобы сделать, что он обещал. И поэтому Моисея говорит, если ты избишь Израиль, тогда люди скажут, что вы недостаточно силен, чтобы их спасти. Люди должны похожи быть на Моисея. Мы не идем, пока они присоединяются к нам. Очень часто мы говорим, что эти испытания в конце это только для евреев. Это что многие говорят. Мои думают, я не попаду в эту скорбь, которая ожидает в конце. Я уйду. Но мы, как Моисея, должны сказать, не забирай нас, пока ты их не заберешь. Если они будут через это пройдить, мы хотим пройти через это с ними. Бог смотрит на сердце. Мы все умрем один день. Я хочу войти в славе. Я не хочу прятаться за камнем каким-то. И вот посмотрите на что ты сделал, чтобы они сделали так? Что сделал тебе народ, что ты вел его в грех великий? Но он сказал, да не возгорается гнев Господина моего. Ты знаешь, что он будет. Они сказали мне, сделай нам Бога, который шел перед нами. И мы не что сделалось. Это правда. И я сказал им, кое золото снимите себя. Он не упомянул, что он сказал, чтобы они дали это золото ему. Он говорит, как будто он сказал, снять это, потому что он надеет, что они поклонялись идолу. И они просто дали мне, и я бросил огонь, и потом этот телец сам произошел. Ага, конечно. Вот этот огонь. И потом внезапно приходит этот золотой теленок. Да, через время оно само произойдет. Это как эволюция. Потом люди поклоняются, что читая, 3000 людей умирает, потому что Бог говорит левитам, чтобы их убили. Может некоторые скажут, весь Израиль поклонился этому золотому тельцу. Вот это 100% в Израиле. 3000 это меньше, чем 1%. не весь Израиль поклонялся. Это только некоторые радикальные люди, которые это сделали. И читаем Иисус 32, 12. Он говорит, почему ебтяне не говорили, чтобы ебтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их рак и собить их с веса земли. Не было это то, что Израиль говорил, когда они были голодны. Ты просто вывел нас, чтобы убить нас. И когда они жаждали, ты просто вывел, чтобы нас истребить. Бог их вывел, чтобы потом везти в эту обитовную землю. Все зависит от отношений. Кто знает, что самое важное это отношения? У них никогда не было отношений с Богом. Когда я говорю, о тех, которые восстали, они имели религию. У них не было этих отношений. Это почему в Евангелии он дает одному пять талантов, другому два, потом возвращается, и у того, который был один, он сказал, я просто закопал. Кто помнит эту историю? И почему он закопал? Он сказал, потому что ты жестокий человек. И проблема заключалась в том, что у него не было правильных отношений с Богом. Он думал, что Бог был каким-то жестоким господином. И поэтому оно всегда зависит от отношений. Но они говорят, что были три тысячи, которые умерли здесь, и во время Дни Пятидесятницы три тысячи были спасены. Но эта связь неправильная. Потому что три тысячи, которые были убиты, они были убиты 17 Томус, это месяц перед Пятидесятницей. Итак, это другая история и другая тема. Посмотрим дальше. Что удивительно, когда мы думаем о благословенном народе, народ, который имел самое большее откровение. они видели, Бог испел их имптианам, они пришли от моря, у них была мана, которая падала с неба. Если было какое-то поколение, когда говорят, что они не поверили Богу, не имели веры, они знают, что Он существует, они видели Его, но это все зависит от доверия, они не доверяли Богу, это в чем заключалась проблема. Не то, что они бы проблемы с верой. Но это далеко от правды. Много, что мы делаем, это потому, что нас больше интересует. Это не зависит от того, что мы верим, то, что мы предпочитаем. Если Бог показал себя, тогда Он ожидал больше от вас. Почему Бог показал вам, если вы бы не видели, что Он сказал. Кто знает, старался пойти на диету. Мне кажется, все стараются диету. Вы знаете, что делать, что не делать, что потерять вес. Но кто идет обману себя. Но я диабетик, я не должна кушать сахар, и потом я кушаю что-то сахар поднимается, и потом я останавливаюсь. Я стараюсь замерзнуть тем, что мы знаем то, что мы делаем. Каждый раз, когда мы грешим, мы восстаем против того, что мы знаем. Когда мы грешим, каждый раз, когда мы грешим, мы восстаем на то, что мы знаем. это вопрос не то, что мы знаем, а как мы повинуемся. Как вы можете бунтовать или восстать на то, что вы знаете? Как вы можете восстать? Какая вероятность, что вы восстанете на того, который вы любите? Это почему мы должны иметь это знание Бога, которое больше связано на другском уровне. Мы не нуждаемся в доктрине. Больше доктрине означает, что мы больше отвечаем. Мы должны просить Бога, дай мне больше света. Но мы должны сказать, Бог, помоги мне жить в этом свете, который ты уже дал. Итак, Иисус 32, 32, 32, на другой день сказал Моисе народу, вы сделали великий грех. Итак, я зайду к Господу, не заложу ли грех вашего? Как это пол секлян. Он такой, пусть я потеряю свою жизнь, чтобы выкупить за вас. И возвратился Моисе к Господу и сказал, о, народ, сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, просе им греха их. И это пауза. Этот грех сына великий, если нету и зла, и меня снеги твои, правильная жизнь, искупила их жизнь. Читаем дальше. Исход 33, 2, 3. И пришел перед тобой ангела и прогоню всех евеев, хананев, аморев, хитеев, ферезеев, евеев и усеев, и в землю, где течет молокомет. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить вас в пути, потому что вы народ жестоковейный. Моисе сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ от сей, а не открой мне, кого пошел со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что все люди твой народ, это твой народ, не мой. Это молитва, которую я думаю, мы все должны молиться. Бог, покажи мне твои пути, чтобы я познал тебя. Смысл Торы, это чтобы познать Бога, когда мы смотрим на его пути. Желаем ли мы узнать Божьи пути? Желаем ли мы познать его сердце? Очень часто мы просто хотим понимать, что он Бог, и мы думаем, что это наш билет. Знать Бога, это не твой билет. Это важно иметь это отношение. Так оно прекрасно. Иссот 33, 14, 16. Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покое. Знаешь, какая проблема здесь? По-английски это только единственное число. Он говорит, я дам тебе покой, не всему этому народу, те, которые вас иют против меня. Моисе сказал, если не пойдешь сам с нами, то не выводи нас. Он говорит, не только я, я хочу, чтобы мы, что нас. Вы почему знаете, что я и народ твой обрели в главе ячах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда и народу мы будем славнее всякого народа на земле. Я беру этих воссоющих людей вместо сам мной. Я не живой был, просто я, а не они. 33 18 20 Моисе сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу при тобой всю славу мою и провозвышу имя Его при тобой. И кого помиловать, помиловать, кого пожалеть, пожалей. И потом сказал он, не сам его не может увидеть, потому что человек не может увидеть и дальше мы читаем и вытесал Моисе две скрижали каменные, подобные прежние. Поутру он зашел на гору, как повел ему Господь, взял руки, эти две скрижали, сошел Господь и просил имя Его. И читаем дальше, мы читаем это имя, и пришел Господь пред лицем его, и воскросил Господь, это Ювей Хадвей, Ювей Хадвей, эллихием, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, но милостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающих вину и преступление и грех. Это три уровня греха, от самого великого до самого меньшего, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов, детях и тех детей, Моисе тоже спал на землю и поклонился. Когда Бог сказал свое имя и провозглашал, говорил, Мое имя человеколюбивый и милосердный, он говорит, что он будет милостив. Он говорит, я и есть милосердный, я и есть милосердный, я и есть человеколюбивый. Моисей не просто слышал слова милость и человеколюбивый, он видел эту милость и благодать. Он просто слышал доброта и истины. Он видел эту доброту и истину. Моисей видел Слово Божие своими глазами. Он видел Слово Божие физически. Кто еще видел Божию славу через Его Слово? Читаем Иоанн 1,14. «И Слово стало плотью и питало в нами полной благодати и истины. И мы видели Слову Его, Славы, как Единородного Сына». Он был полным чего? Благодати и истины. Итак, Моисей видел Ешу, как Он пройдет всей славе и истины. Это Слово Божие показалось Ему. Мы станем, у нас будет перерыв и потом будет представление. Мне что-то удивительное для вас. Наш отец Насарь, мы так благодарим за Твое Слово, за Твою Тору. Она так прекрасна, как она может быть живая 4000 лет назад. И она все равно реально для нас сегодня. Она так практическая. Но больше всего мы видим, мы можем видеть, кто Ты. Мы можем познать Твои пути. Мы можем узнать Твое сердце. Итак, отец, дай нам глаза, которые видят, уши, которые слышат, сердце, которое понимает то, что хочешь нам сказать. Отец, Ты есть свет. И Ты попросил нас, чтобы мы не носили этот свет. И мы вместе, все, которые здесь, в Соединенных Штатов и вокруг мира, которые смотрят. Мы хотим провозглашать Твое Царство, чтобы Твое Царство пришло, чтобы Твоя воля исполнилась на земле, как на небе. Итак, я благодарю за те, которые жертвуют для Твоего служения здесь, в Алшадай, чтобы мы могли продолжать быть светом к миру. В имя и шоу, аминь. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатели Царства и Вселенной, Ты благословил нас, Торой Твоей правды. Ты благословил нас всем советом Твоего живого слова, через силу Твоего Духа Святого, через оконченного дела Мессия Иисуса. Ты один посидел между нами вечную жизнь. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Можете идти на перерыв. Аминь. Свят Господь. И Ты попросил нас быть, или сказал нам быть святыми. Ты так отделенный. Ты Кадош, Кадош. Свят, Свят. И Ты попросил, говоришь нам, чтобы мы тоже были отделены в этом мире. Помоги нам понять, что Ты хочешь, чтобы мы были отделены от всего мира. И сейчас, Отец, мы хотим быть тем, кто ходатрисует за тех, которые больны, какие-то болезни, может у них физические какие-то раны или какая-то болезнь. Итак, мы сейчас очень помолимся о тех, которых мы знаем, мы любим, что Ты принес исселение от Твоих крыльев. Не только исселил тех, которые физически ранены, но те, которые у них есть эмоциональная, психологическая боль. Принеси, чтобы они были здоровы. И так, те, которые также страдают финансово в это время, те, которые нуждаются в еде или в доме, машине, в работе. Мы поднимаем их на руках молитвы, также друзей, тех, которые мы знаем, которые страдают, может быть, друзья или соседи. Отец, пусть мы будем людьми, которые помогают. Пусть мы будем Твоими руками и ногами в это время. Мы также хотим помолиться о нашем народе. И те, которые вокруг мира, также молитесь о Ваших лидерах. Мы нуждаемся в пробуждении, не только в нашей стране, но и в нашем мире. Потому что мы знаем, что будет большая жатва перед тем, как Ты возвращаешься. Так мы просим, чтобы Ты действовал в сердцах наших лидеров политических, религиозных. И мы также хотим помолиться об Израиле. У них сейчас война, чтобы все народы позволили им делать то, что им надо, чтобы истребить Амалик. Пусть будет так, как на небе, чтобы их лидеры возвратили в себе во время Ишиы. Аминь. Вы можете присесть. Я не знаю, если я вам уже сказал. Я сказал список всех людей, которые нас смотрят. 46 из 50 штатов и 50 народов. Это прекрасно. Так мы углубляемся сегодня в Евангелие. Будем углубляться очень глубоко. Я покажу вам ошибки, которые вы найдете в Новом Завете. О, нет. Вы готовы? Мы начнем с Евангелия Иоанна. Это Евангелие, которое я хочу присмотреться. 4 глава 3, 5 стих. То оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Належало же ему прородить через Самарию. И так проходит он город Самарийский, называемый Сигарь. Но он по-другому называется Сигем. Близ участка земли данного Иакова сыну своему Иосифу. Означает, что Иаков купил землю в Сигеме и дал его Иосифу. Просто ли это? Все это поняли? И посмотрим на следующий стих. И когда это произошло? Бытие 33, 18-19. И Акав, возвратившись из Месопатима, был ополучен, пришел в город Сигем, который в земле Гнадской, и расположился перед городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Емора отца Сигемова за 100 монет. Итак, город Сигем назван после человека по имени Сигем. Его отец это кто? Емор. Вы знаете, что Емор означает? Это слиться. И я. Емор. Посмотрим на эту карту, чтобы мы все это поняли. Это где сейчас Сигем находится? В Самаре. Это где Яков купил часть земли и дал своему сыну Иосифу. Иосиф погреблен в Сигеме. Я был там, я видел его гроб. А где Авраам и Исаак и Яков погреблены? В каком городе Авраам, Исаак и Яков, где они были погреблены? В Евроне. И мы туда поедем в сентябре, где они были похоронены. Так, от кого Авраам купил эту пещеру? Как звали этого человека? От которого Авраам купил эту пещеру? Ефрона Хитиянина. Итак, Авраам, он платит сильно много за эту землю, его заставляют сильно много заплатить, но Авраам купил землю у Ефрона в Хевроне, а Яков купил землю у Емора, сына Сигема. Закройте свои глаза. Вы не можете... Кто купил землю в Сигеме? Яков. И купил от кого? Емора. А кто купил в Евроне? И он купил от... Я видел, как некоторые старались открыть свои глаза, но я покажу вам большую ошибку в Новом Завете. Вот Стефан, который говорит, 15-16 стих, и перешел он в Египет, и окончил сам Ецей Наши, и принесли на были Сигем, и положили во гробе, который купил Авраам ценой сербро у сыновья Мора Сигемова. Это... Это неправильно. Они пришли в Еврон, не в Сигем, и погреблены были в земле, которую Авраам купил, у Ефрона Хитиянина. О, нет. Кто раньше заметил эту ошибку? Вы все понимаете, как это большая ошибка? Вот. Я покажу вам еще. А как можете на это ответить? Я не говорю, что Библия не вдохновлена Богом. Это очень важно. Если мы заметим Деяние 7,59, Павелико Мня Стефана, который помилился, говорит, Господи Иисус, прими дух мой. Да, он перепутал свои факты, потому что переживать его сейчас убит. И Библия просто точно говорит, как он перепутал. Его сейчас собираются убить, конечно, он переживает. Я тоже бы факты неправильно говорил, если я переживал, что меня убьют. Библия правильная, не потому, что она сразу как-то изменит его ошибку. Она говорит, что Стефан сказал это, и это он сделал ошибку, потому что его сейчас собираются убить. Это не то, что Библия неправильна. Библия сказала правду, и правдиво сказала, что он переживал, и перепутал все факты. Понятно ли это? Но это понять. Это почему надо знать, что есть эти ошибки. И я еще вам покажу. И мы только прочитали Деяния 7,59. Читаем 1 Царств 7, 1-2 стих. И это филистские, помните, филистские, они забрали копчег, они украли, они принесли его в газу, и потом этот копчег избивал их богов, убивал их, и тогда они потом отправили назад в Израиль. И это что только произошло. 1 Царств 7, 1-2. И пришли жители Крияфа и Рима, взяли копчег Господа и принесли его в дом Амнидава Нахом. А Лезараса на его посвятили, чтобы он хранил копчег Господа того дня, как остался копчег Крияфа и Риме. Прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израиль к Господу. Вот Хоам Амнидава, вот это его дом, и они приносят этот копчег и туда приносят. Это где был копчег? Сколько лет? 20 лет. Копчег 20 лет. Итак, посмотрим на наш следующий стих. Я покажу вам историю по тем, как я покажу эту ошибку. 1 Царств 24. И сказал, это после того, как ковчег забрали филисимляне. Уже пробыл там 7 месяцев, и потом филисимляне возвращают, и оно теперь в доме Амнидава. И потом они решают, что они нуждаются в царях, как все другие народы. И что происходит? 1 Царств 10, 24. И сказал самому всему народу, видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе. Тогда весь народ воскрикнул, сказал, доживет царь. Царь все станет царем после того, что произошло с филисимлянами. Переходим теперь в 2 Царств 6, 2, 3. И встал и пошел Давид, весь народ бывший с ним, и звал Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Савофа, сидящего на херопимов, и поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминдава, что на холме. Вот. Мы уже назад восстались в этот дом. 20 лет спустя, теперь Давид, царь, и он хочет взять этот ковчег, и потом Узо трогает, и он умирает. И потом, конечно, это Давиду не нравится. Как долго был этот ковчег в доме Аминдава? 20 лет. И мы знаем, что Саул был помазан царем после того, как он был забрак. И потом мы считаем, что Саул умирает, потом его сын сойдет царем. И потом давидится ее царем, и он забирает этот ковчег. Если 20 лет, если мы знаем, что два года его сын сауал, это делать 18 лет, и потом надо также того момента, как человек был взят, и когда Саула стал царем, оно должно было быть меньше, чем 20 лет. И теперь переходим к Деянию 13, 21. И здесь он говорит об истории. Потом проселение царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из Холена и Венимина. Так прошло лет 40. Так, это невозможно. Он не мог быть царем 40 лет, потому что ковчег только 20 лет, и это Давид, который его возвратил. Итак, что мы сделаем с этим? Есть какая-то еще одна ошибка произошла. Давайте посмотрим, что произошло. Саула сын был испрещен. Это тот, кто стал царем после того, как Саул умер. Он 10 лет старше Давида в то время. Сколько сыновей было у Иосея? 1 Паминон 2, 13, 17. Иосея родил первенца своего левого, второго Аминадав, третьего Саму, четвертого Нафанаила, пятого Радая, шестого Этсама, седьмого, седьмого. Мы говорим, я думал, что он имел восемь сыновей. Почему он седьмой? Смотрим на все шесть стих. Давид же был ефравиан из Влема и Удина по именем Иосея, у которого было сколько? Восемь сыновей. Если мы знаем, что Давид был самый младший и что он только седьмой, как это неправильно? Может, мы думаем, что это ошибка? Нет, какой-то сын умер. Да, у него было восемь сыновей, но когда Самуил пришел по имену царя, он был седьмой, потому что один был убит. Легко объяснять такие моменты. может, некоторые бы считали это ошибка, но если мы понимаем всю картину, то это не ошибка. Посмотрим, как оно произошло. Числа один-три, а двадцати лет и выше все годные для войны у Израиля. По оплачению их, исчисляйте их. Сколько было, чтобы вас забрали на войну? Двадцать. История Голиафе, три старших сына, они на битве. Значит, другие сыновья, им всем меньше, чем двадцать. Это простая математика. Когда мы понимаем это, и мы знаем, что три старших, четыре младше, может, кому-то девятнадцать, восемнадцать, семнадцать, шестнадцать, может, Давиду было пятнадцать или шестнадцать, и у него было две сестры. Мы не знаем, откуда по счастью были сестры, но в это время Давиду был молодой. И теперь возвращаемся назад. Первый царь 4.11. Мы видим, что копчег Божий был взят, два сына, и Лива, Офни и Финиас умерли. Илья умирает потом, когда он падает, потом его два сына, уже перед тем, умерли. И Лива девяносто когда он умер. Он родился 2700 лет после Адама. Мы знаем, какой месяц этот копчег был взят и когда возвращен. Может, некоторые говорят, что оно не говорится, но оно вообще-то говорится. Первое царство, 7.12. И много времени прошло, 20 лет. Я неправильно иду. После этого произошло, Саул с ее царем, 10.24. Они посвятены того, которое Бог избрал. И все сказали, долго живет царь. Это первый царь. Здесь другие две главы, 12. он говорит, что Саул был царем. Потом 13 главе два года проходит и он приносит эту жертву и не ждет Самуила. Мы читаем, что подожди меня, но Саул не ждет и потом он приносит жертву и потом Самуил приходит. 14 стихе он сказал, что твое царство не будет продолжаться из-за этого. Но вы знаете, что прекрасно? С какого колена должны цари прийти? Иуды. Но это неправильно. Оно могло произойти от Венимина, потому что Саул был от Венимина, но потому что он был непослушным, потому что он пришел к Иуде от Венимина. И это интересно, так как последствия его действия. Потом, что мы читаем? Где земляне забирают этот ковчег, 1-й царь 14,3. Есть ребенок рождая, его называют Иеховед, потому что слава Божия отошла. Потом его Ахия священника. И потом 35-й стих. Он уже стал царем, и он устроил этот жертвенник для Господа. И Бог ему не отвечает. Он не слышит даже слово. Потом 1-й царь 15-28. Тогда сказал Самуил, потому что Сауни убил всем великитянов, как ему Бог сказал. Ныне отторг Господь царство израильское тебя, и дал его ближнему твоему, лучшему тебя. И потом в следующей главе мы видим, что Самуил брел рог селем и помазал его среди братьев его. Помните на прошлой неделе его мать не совет. И теперь Давид помазан и почивал Дух Господень на Давида с того дня и после. Самуил уже восстал и подошел в Раму. В следующей главе мы читаем теперь уже о Галиафе. 1-й царств 17-17-13-13. Вот у которой был этот человек в одни Саула до сих царств был старше. Три старших пошли на войну. И потом мы видим их имена. И потом в 49-м стиху «Я пустил Давида руку в свою сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филисимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его». «После того Саул усыновляет Давида. Он забирает его дома и говорит «Теперь ты будешь жить со мной». И мы читаем это 1-й царств 18-й день 2-й стих. Когда окончил Давид разговор Саула, душа Инофана прилипилась к душе его и прибил его Инофан как свою душу. Взял его Саул в тот день и позволил ему возвратиться в дом отца его. Но на следующий день он же воззенавидел Давида. Все изменилось очень быстро. В следующих стихах мы читаем «И женщины пели Саул победил тысячи а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился и неприятно было ему это слово. И он сказал Давиду дали десятки тысяч а мне тысячи. Ему не дошло только царство. И сегодня и потому подозрительно смотрел Саул на Давида. И потом после этого Саул воюет с Давидом 11 лет. Потом Саул умирает. Первый царь 31. Так умер тот день Саул и тридцать на его и уже носит его а также все люди его вместе. Итак Давид с Иоцием над Иудой к нему только 30 лет. Он царствует 7 лет в Евронии потом 33 года в Иерусалиме и все месяца 40 лет. 2 царств 2 царств 2 царств 2 и пришли мужа Иудины и помазали там Давида на царство на дом Иудины. Не над Израем но только над Иудой. И доносили Давиду что жители Иовиса Голландского погребли Саула. Саул умер теперь Давид царь и теперь Иоцием встает царем 2 года. Мы читаем 2 царств 2 8 11 Мы читаем Авенир. Кто такой Авенир? Это был он отвечал за армию Давида. Итак Саул выбрал родственника Давида чтобы он был генералом его армии. И что происходит после того как Саул умирает? Взял Иов Фея сына Саулова и привел его Маханаев и подцарел его над Голладом Яшуром и Изреем Ефремов и Венимином и над всем Израилем. Иов Фея ему было 40 лет когда он начал царствовать. Он был 10 лет старше чем Давид. Так Давид 30 так ему 40. Итак царствовал 2 года только дом Иудин остался у Давида. Всего времени в котором Давид царствовал в Евронии над домом Иудин было 7 лет и 6 месяцев. Это что интересно вот эти израильтяне которые следуют за сыном Саула и Авенер он генерал А кто генерал армии Давида Иов Да правильно тут тоже был родственник Итак у Саула свой генерал у Давида свой генерал и конечно они воюют и стараются друг друга убить Иов хотел убить Авенир потому что есть история вашей Библии Авенир убил его брата Иов хочет отомстить за своего брата потому что Авенир убил его брата поэтому он хочет его убить Я объясню вам то что даже я не упомяну здесь когда это мир меняется это все события которые происходят в этом мире Авенир не любит Давида поэтому он восставил сына Саула как царя у Саула было несколько жен и так Авенир взял наложницей Саула и поэтому потом другой генерал нападает на него за то что он лежал наложницей и генерал говорит он говорит я просто так сделаю что я сделаю чтобы все последовали за тобой потому что ему не понравилось что генерал сказал он говорит теперь я передам весь Израиль к Давиду он секретно приводит к Давиду и так они делают это согласие между Авениром и Давидом и он поможет но когда он возвращается тогда его встречать его убивает и теперь Давиду это не нравится что он это согласие с Авениром и чувствует что его кровь на его руках потому что он был содействован на этом и давайте прочитаем как это все заканчивается 2 царств 5 3 5 и пришли все старейшины Израиля к царю Хеврон сколько он царствовал Хевроне 7 лет заключая с ним царь Давид завет в Хевроне перед господом и помазали Давида в царе над Израилем 30 лет было Давиду когда он царился царствовал 40 лет Хевроне царствовал над Юной 7 лет и 6 месяцев и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем так Давид был в Иерусалим сколько лет 7 лет он приходит в Иерусалим и там он царствует 33 года потом приходит в Иерусалим он теперь хочет забрать ковчег дома Абнидава и принеси это когда Узо трогает затраивается и умирает потому что он не хочет чтобы ковчег упал и мы читаем 36-23 Иерусалим пошел Давид и весь народ был с ним звал Иерусалим чтобы принести оттуда ковчег Божий на котором нарицается имя Господа Савофа сидящего на Герубе и поставили ковчег Божий на новую крестницу и вывезли его из дома Абнидава что на Хаме вот 20 лет спустя они забирают его в Иерусалим и читаем 2 царств 6-6-11 И когда дошли до Гумнана Нового Оза просер руку своих ковчег Божия и взялся за него и по волы наклонил его но Господь прогнился на Озу и прозил его там за задерзновение и умер он там у ковчега Божия Я печалился Давид что Господь прозил Озу Место седа ныне называется прожжение Озы и страшился Господь Давид в тот день Господа и сказал как пойти ко мне к ковчегу Господню и не зател Давид везти ковчег Господню к себе гора Давида опросил его дом Аведара Гефианина и оставался ковчег Господь в доме Аведара Гефианина три месяца и благословил Господь Аведара и весь дом его что произошло он читает Тору и он говорит Тора говорит что левиты должны быть те которые должны нести этот ковчег он говорит мы не можем его в колесницу просто поставить и после как он причал Тору сколько Тора уже существовало когда Давид стал царем 500 лет где-то так долгое время уже оно было это Тора он прочитал он такой о нам надо чтобы сыны Аарона не просто левиты а сыны Аароны так они берут этот ковчег и правильно приносят и наконец они приходят в город Давида как как долго было в доме Авендава 20 лет вот ковчег завета что произошло первое оно пришло в одно место а потом те которые там жили посмотрели и потом 52 тысячи людей умерло от казни мы дальше двигаемся и переносите его в другой кириат Иорим и это почему его принесли потому что все смотрели в ковчег так пожалуйста не смотрите этот я шучу и после окно было забраться от города что Саул с ее царем 20 лет спустя 18 лет спустя и Иорит встает царем царство 2 года и потом Давид встает царем вот Саул царем после его было поставлен на дом Авендава потом его сын встает царем и наконец-то Давид встает царем и он передвигает этот ковчег и это все произошло в времени 20 лет если этот сын только был царем 2 года значит только Саул царем 18 лет если мы читаем сколько времени прошло от Крема и Рим до того как Саул был помазан мы понимаем что Саул только был царем 13 13 лет и люди которые смотрят и потом 50 тысяч умирает не знаю если была молния или нет но это все происходит во время 20 лет и почему мы читаем что он был царем 40 лет когда вы изучаем мы замечаем эти ошибки и чтобы узнать ответ на это прийдите на следующей неделе и вы узнаете это почему надо изучать вы замечаете эти ошибки и это что Дени Бегики делаем когда мы делаем нашу Библию мы исправляем эти ошибки есть способ как ее просто слушать эту Библию вы можете нажать и есть способ как я буду объяснять почему там или как эта ошибка произошла так давайте встанем и начнем закончим это чуть-чуть раньше чтобы вы могли отдохнуть от моего голоса наш отец на царь мы так благодарим что мы могли прийти просто для тебя мы так благоданы что ты не только хочешь нас благословить но также хочешь поставить свое имя на нас как ты сказал Араон говорит да благослови тебя Господь и сохранить тебя да призит на тебя Господь святым лицем своим и помилуй тебя да призит Господь лицем свое на тебя и дай себе мир это самое прекрасное имя ИЕ АЕ ШР Убедимас на следующей неделе Субтитры